Всем привет! Сегодня с историей будет от моей подписчицы. Давайте приступим. Хочу выразить огромную благодарность вам за ваш труд. Вы делаете большое дело, просвещая девчонок о жизни в Турции, самих турках. Ведь это очень важно перед тем, как меняешь свою жизнь и переезжаешь в другую страну. Расскажу мою историю. Я замужем за турецким мужчиной, мне 32. Мы планируем детей. Я люблю его, наверное, больше, чем нужно, иногда забывая о своих интересах. Но есть один момент, который не дает покоя. Я не полностью ему доверяю. Были для этого поводы, и я поняла, что натура, он увлекающийся. Быстро зажигается и быстро гаснет. Это я поняла со временем. Он критичен к своей внешности и к моей. Видит каждую морщинку и на нее указывает. Визуал, в общем. И пока я в форме, все хорошо. Но боюсь, что все мы не молодеем. И когда-нибудь он поменяет меня на молоденькую. У меня есть знакомые девчонки, которые замужем за мужчинами на 15-20 лет старше. И тут это нормально. А у нас разница в возрасте небольшая. И в общем, в связи с этим у меня нет уверенности, что мы проживем всю жизнь вместе. Хотя относится ко мне хорошо, уважительно, к моим родным. Институт, семья для него важен. И детей он хочет всегда говорить, что мы состаримся вместе. Много в нем достоинств. Но так как я уже поняла, что он не прочь сходить налево, он гулял от первой жены, я как турчанки не смогу закрыть на это глаза и простить это. Если так случится, то развод не именуем. Истории про разводы я тоже наслушалась разных. И что детей забирал у наших женщин. И что оставляли без ничего бывших жен, оформляя имущество на всяких сестер, родителей и прочих родственниках. А так, как у нее ничего нет, то и детей суд отдаст отцу. Сейчас мы взяли квартиру в кредит и выплачиваем его еще очень долго. Но помимо этого он занимается инвестициями, продал наследство, вложил. И из одной квартиры можно купить две маленькие. Он все оформляет на себя. Я хочу, чтобы одну он оформил на меня и для своей же безопасности. Сам он этого никогда не предложит. Ему нравится мое зависимое положение. А у меня еще пожилая мама, о которой я должна заботиться. И тут я иностранка. Он развивается, зарабатывает. А я как приложение к нему. И время идет. И будет идти для меня без каких-либо накоплений. Потому что мне еще декрет предстоит. Конечно, это плохие мысли. И не хочется думать о плохом. Но с другой стороны, не хочется быть страусом. Который помимо любви ничего не видит и не планирует свою жизнь. Просто не хочется оказаться у разбитого корыта. Так вот, хотелось бы у вас, Галечка, совет спросить. Как аккуратно ему об этом сказать? Я не хочу быть меркантильным в его глазах. Кстати, когда брали кредит, я тоже подписывала бумаги. Так как прихожусь ему с женой. То есть, обязательства перед банком у меня тоже есть. Я думала тогда, что он оформит на нас двоих. Но это было и дороже. И вообще кредит он выплачивает. Поэтому и таку на нем. Если захотите сделать видео о моей истории, пожалуйста, не называйте мое имя. Много девочек смотрит вас. Спасибо заранее. Я именно не называю, если девчонки не просят. Какая разница? Тут только возраст указан. Да и все, собственно. Что хочу сказать. Здесь история не о любви. Когда, понимаете, я всегда это в видео раз в раз говорю. Но на себя мало кто это примеряет и об этом задумывается. Любовь — это когда вас любят. У вас есть доверие к человеку. Вы смотрите в одном направлении. У вас какие-то общие интересы или планы на жизнь, взгляды. Вот эти пунктики сейчас себя анализируете. У вас так в отношениях? Любовь — это когда тебе делают приятно. И больно тебе делать не хотят. Вот что самое главное. Тогда тебя любят. Любят тебя, когда тебя оберегают. И ты, в свою очередь, то же самое все это делаешь. А у вас уже тут по многим пунктам минусы получается. Какая-то любовь, если у вас первая, мне очень резануло, когда вы написали, у меня нет к нему доверия. Я хочу родить ребенка, как бы логически все развивается. А доверия в будущем нет. Хотя он говорит о том, что мы там состаримся вместе и все в таком роде. Нет доверия. Он может гулять налево, гулял от предыдущей жены. На этом у вас доверия нет. Вот он, главный пункт, у которого ваше доверие. Ему нравится мое зависимое положение. Это уже попахивает началом каких-то абьюзных отношений. Вы это чувствуете, вы жертвы в этой вообще ситуации. И картина у вас в ваших отношениях вырисовывается не самая, скажем так, приятная. И, в принципе, я все перечислять, конечно, не буду, потому что вы письмо сейчас все слышали. Там, собственно, а что позитивного в этих отношениях? Вы должны проанализировать. Вот сядете, я вам задание даю, да, листик. Плюсы моих отношений и минусы. Минусы я уже нашла, и это только поверхностно по письму. А вы, если подумаете, напишите еще больше. Плюсы какие? Я социально состою в отношениях, и для общества я замужем социально прикрыта. Для меня нет никаких лишних вопросов у родственников, знакомых и так далее. Я замужем, у меня есть муж. Что еще? Какие еще плюсы? Ну, у меня регулярные какие-то, скажем так, половые отношения. В этом плане окей. Меня муж содержит, мне не надо работать сейчас. В принципе, денег хватает. Ну, опять же, это минус еще второй отрицательный. Вы говорите, что вы в зависимом положении. Это не плюс уже. Как бы тут? Это плюсом трудно называть, да. Ваше зависимое положение. Вы там много чего не можете. И финансовые квартиры, и на вас не записываются. Это тоже... Лучше бы вы были независимы финансово от него и как-то работали. Я других плюсов пока не могу найти. Я вот с натягом два с половиной нашла. Не больше. В принципе же все как-то вот социально такое вас устраивает, да. Я прикрыта, я замужем. Я живу в нормальных условиях. Я питаюсь. Не покупают одежду. Мне не надо работать. Это тоже для кого-то является важным фактором. Кто-то, да, вот это послушает, скажет. Ну, ты нормально живешь. Вон, матери-одиночки есть. Лапы сосут. Денег нет. Работы нет. И все. Хуже люди живут. Давай, терпи. Нормально. Зажралась. А я здесь вижу другой человек. Внутри, в душе вы несчастны. Вы несчастливая. Это все вас не делает счастливой. И вы не зря тревожитесь. У вас нет доверия к мужу. Вы думаете, что он вас бросит опрокинуть, потому что вы не самостоятельная. У вас низкая самооценка. Он визуал, как вы говорите, вы его оправдываете. Вообще честно. Вот тут уже нотки такой лайтовой тирании идут. Замечания вам по поводу вашей внешности. Каждую морщинку заметит. Второе. У меня нет денег. Я не независимо. Он все на себя записывает. У меня нет социальной какой-то уверенности в будущем. Третье. У вас нет уверенности для рождения детей. Он может гулять, погуливать. Это уже абьюз какой-то выходит. Понимаете? Вы в клетке. Я не назову это золотой клеткой. Вы в определенной комфортной какой-то ситуации, социально приемлемой. Но ваша душа в клетке, вы этими отношениями недовольны. Это все можно, да, в принципе, изменить, если он вас любит. Если он не абьюзер, и я заблуждаюсь, то, что я подметила, да. Вы должны с ним напрямую сесть и поговорить. Вы его боитесь. Вот почему я абьюзер говорю. У вас чувствуется, вы боитесь даже начать разговор. Вы его боитесь. Вы боитесь потерять то, что сейчас имеете, хотя вас это даже не устраивает. И вы это боитесь потерять. Вы в позиции жертвы, вы в позиции страха сейчас, и вы недовольны своей жизнью. Потому что вы видите, что жизнь ни в куда. И говорите, я не развиваюсь. Он развивается, а я нет. Так вот. Вам нужно продумывать, да, как вы можете вообще начать себя реализовывать, учиться. Может быть, онлайн какое-то обучение, дистанционное сейчас обучение, навалом в институтах, сентября, там, наборы идут в августе месяце. Идите онлайн на какие-то, то, что вам в душе, дизайн, я не знаю, то, что гуманитарные науки различные можно изучать, какие-то двухгодичные курсы при институтах есть. Все этим можно заниматься. Дизайн, рисование, что угодно. Журналистика тоже. Я не знаю, что к чему у вас, да, желание. Короче, займитесь каким-то доп. образованием. Во-первых, займете свои мозги. Муж пусть это оплачивает, раз у него есть денежка. Первое, это ваше развитие, вы можете так это обставить, что это у вас будет просто в руках потом дополнительная профессия. И по ней вы можете развиваться, работать, начинать зарабатывать какие-то деньги, быть первый шаг независимой от него. Второе. Ну, я бы не стала рожать, честно скажу, ребенка, когда я не уверена ни в будущем, и развода вы боитесь, и он гуляет может, вы об этом знаете, и, короче, вас на другую променять. Не надо в это влазить. У вас есть такая мысль, что может быть развод, может быть уже и скоро, да, через годик, через два. Не надо в это влазить, это будет потерпеть еще чуть-чуть. Ситуация сама выведет, не надо себя этим привязывать, уходить в это материнство с головой. От этого еще могут всякие проблемы пойти, просто родовая депрессия, не дай бог вообще, короче, зароетесь вообще в негатив, в депрессию уйдете, на минуса спуститесь, голимые. Поговорить с ним прямо, дорогой, я тебе очень, никогда мужику не говорите, что вы там какие-то сомнения у вас есть или еще что-то. Я тебя очень сильно люблю, ты так для меня важен и так для меня дорог. Ты знаешь, смотри, я хочу пойти на образование, вот, например, дополнительно какое-то дистанционное образование. Ты у меня такой умный, ты у меня такой красивый, ты у меня такой сообразительный. Смотри, ты вкладываешь деньги, там, с одной квартиры две, можно получить вот эту всю историю, да. Ты такой у меня сообразительный, такой молодец. Я тоже хочу быть рядом с тобой, развиваться. Я хочу быть, чтобы тебе за меня было не стыдно, ну, в таком роде, не такими прям словами. Я вот хочу пойти на образование дополнительно, очень там тра-та-та, я об этом всегда мечтала. Мне очень поможет это и адаптация тут в Турции пройти, и образование у меня будет классно. Я смогу там общаться, ну, короче, вы поняли, да, плюсы называете все эти. Что это только в плюс? Для вас это потом возможность иметь профессию в руках ремесла и зарабатывать деньги, быть независимой от него. Но вы ему это не говорите. И ты понимаешь, вот я смотрю, моя жизнь, там мне уже 32 года, жизнь куда-то проходит. Вы еще, мое зависимое положение. Ему нравится, что я зависима. То есть вы говорите, ну, ты понимаешь, а вдруг когда-то все мы не вечны, а вдруг ты заболеешь, и ты стареешь тоже, и я старею. Ты знаешь, мне бы было бы спокойнее, если бы у меня какая-то пенсия была, или социально, да, какие-то денежки пенсии отходило, или на меня бы была бы оформлена квартира, у меня же еще мама есть. Родители же так важны, да, дорогой? У тебя же тоже есть родители. А я моей маме как буду заботиться? У меня ни денег, ни квартиры, ничего у меня нет. Вы говорите напрямую то, что вам нужно. И прям желание. То есть я предлагаю переписать. Я же участвовала там в этом договоре. И все в таком роде. Давай, почему это только на тебя? Вообще, по сути, то, что на него именно, если не на родственников записано, при разводе 50 на 50 все равно делится. Какая разница, на кого записана квартира? Мне кажется, это же не так важно. Потому что все равно 50 на 50. Да, можно вообще отписать на одного человека, но при разводе все равно можно подавать эту афиляцию и делить пополам. Неважно, на ком была квартира оформлена. Если вы без претензий, если у вас идет претензия на дележку, то это отдельно потом делится. Вот что. А вот, короче, говорить надо напрямую. И то, что вы его боитесь, честно скажу, это какой-то такой лайтовый абьюз. Вот по-чесноку вы в абьюзных отношениях, когда вас не бьют, не пьют, не оскорбляют. Но человеку нравится ваша унизительная вот эта позиция, что он выше, вы ниже, что он управляет, что у него деньги. Так плюс он еще вас понукает тем, что вы каждую морщинку заведите. Вы его оправдываете. Вы типичная жертва, которая говорит, да он визуал, ой, да он то. Вы оправдание всему, в принципе, в письме уже написали. Поэтому надо потихоньку становиться независимой. Первый шаг — это дополнительное какое-то образование. Это как вариант. Вы не знаю, можете заниматься чем хотите. Это как первое, что мне в голову пришло. Понимаете, просто когда вы начнете становиться независимой, вы ему станете неинтересны. И либо он начнет, пойдет сопротивление вас давить, создавать ситуацию, чтобы вы этим не занимались, вашу независимость глушить. Либо он может с этим смириться. И если у него есть любовь, вы ему нужны не как жертва, а он садист, у вас это нормальное действительно отношение, то он примет, скрипя зубами как-то, но он примет вас, ваше становление личности. И, ну, просто, да, вы станете более независимы, у вас появятся какие-то свои деньги, начнете работать, у этого пойдет сдвиг. Надо просто смотреть, подвижки будут или нет. Для того, чтобы были какие-то подвижки на вашу независимость, вы должны делать шаги. Первые шаги давайте делайте. Это от вас зависит. Развестись, убежать вы всегда успеете от него. Вообще без проблем. Но стоит ли оно того? Это от характера уже вашего зависит. Я думаю, вы не сможете, вы не уйдете, потому что вы жертва. Перестаньте себя оценить как жертву, быть жертвой для него. Поймите, что вы самостоятельный взрослый человек, у которого сейчас жизнь вот как песок сквозь пальцы просыпается. Я считаю так. Рожать рано, если итог подводить. Не надо этого сейчас делать. У вас сомнения большие есть. Это большие проблемы и разводы, и все прочие дела. Это очень опасно. Второе. Займитесь просто сейчас ударить в себя. Не надо над ним сидеть. То, чего он хочет, как любой тиран, чтобы влавствовать такой вот коршуном над вами. Все у него в руках, а вы у него игрушка. Становитесь независимы и делайте для этого шаги. Там посмотрите. Если он пойдет в сопротивление, начнет вас давить и опускать, бегите, разводитесь, даже не задумывайтесь. Так будет всю жизнь. Он вам вообще не даст голову высунуть. Вот честно скажу. Второе. Либо он вас примет, и вы нормально будете жить. Вы будете на равных. Такое тоже возможно. Потому что у вас такой лайтовый вариант, он есть такой там садюка какой-то страшный. Может, это сила его характера и поведения такого. Это, скорее всего, может измениться, он вас примет. Просто вы еще не пытались не быть жертвой. Он вас жертвой принял. Вы всю жизнь были жертвой с ним в этих отношениях. Вы еще не пошли в сопротивление ни разу против ничего. Посмотрите, вы не знаете, какой реакции, как может быть. И последнее, что хочу сказать. Не жалейте себя, не считайте, что вы жертва. И вы управляете своей жизнью. И последнее. Ваши сомнения, недоверие к нему — это ваша интуиция. И не закрывайте на это глаза, прислушивайтесь внутри к себе. У вас, я хочу так сказать, силу ваших обстоятельств. То, что вы жертва, что вы себя жалеете. То, что жизнью вы своей типа не управляете. Внутри вас есть здравое зерно. Вот этот внутренний голос, который вам как бы надиктовал это письмо, которое вы мне прислали. У вас есть сомнения. Вот прислушивайтесь к вот этим внутренним своим сомнениям. Это ваш настоящий голос здравого смысла вашей психики, ваших мозгов. Все, что ваши эмоции вокруг стараетесь отключать, к этому обстоятельствам не прислушивайтесь. Это вас вводит в смутение. Поэтому вы сидите на месте, вы ничего не делаете. Но у вас уже внутри хорошее зерно. Если у вас сомнения и недоверие к мужу, вот это там про измены и все прочее, на это заостряйте внимание. Вот в этом, скажем так, собственно, вся суть. На это нужно обратить внимание. Это вас выведет в нужном направлении. Не прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Девочки, что вы можете написать в комментариях? Какие советы? Понимаете, если вы будете писать, ну, кто-то будет говорить, ой, да хуже люди живут, зажралась, и все у нее в порядке, а что-то ей не нравится. Не нравится, потому что это не ее. У нее другие душевные и моральные потребности, желания и развития. Пришло время просто это себя сбрасывать. Мне кажется, у вас внутри еще назрел внутренний кризис, не только страх там мужа потерять, в плане он уйдет, и вот это все истории разводов. Может быть, у вас давно была позиция по жизни жертвы, вы себя жалели, просто у вас внутренний диссонанс пришел, накопилось, и вам пришло время перерождаться, скидывать, повзрослеть. И с позиции жертвы вырасти до равного позиции взрослого в этих отношениях с этим мужчиной, вообще в принципе по вашей жизни. Пришло время просто вам, у вас кризис 30 лет, вам пришло время менять свою жизнь. И вы боитесь это сейчас сделать, вот в рамках вот этой семейной ситуации вашей. Но надо менять. Не поменяешь жизнь, загубишь свою, короче говоря, так скажу. Если поменяешь, он тебя любит, он тебя примет такая какая ты есть, если это любовь. Если будет давить обратно, вниз опускать, просто не тот мужчина, вот и все. Ничего в этом страшного нет. Надо до такого раньше уходить, не терять свое время просто на него. Жду ваших комментариев на эту тему. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.